Приветствую вас, значит, смотрите, во-первых, зачем вы хотите вернуть отношения, ой, это первое, для чего? Второе. Почему они у вас разрушились? Почему вы их потеряли? Второе. Третье. Что вы делали для того, чтобы их вернуть? Четвертое. Какова ваша личная ответственность за то, что они разрушили? То есть, допустим, сейчас вы эти отношения вернёте, да? Ну, допустим, прям, всё, у вас завтра ваш любимый человек вам звонит, и вы опять вместе. Хорошо. Но изменится ли что-то? То есть, изменится ли вы, изменится ли он? То есть, безусловно, вы за что-то будете просить прощения, безусловно, он будет за что-то просить прощения. Если он захочет вернуть, да? Он сам позвонит. Вот. Но что будет дальше? То есть, будут ли за... под этим вот, за просьбами о прощении, будут ли... будет ли за этим... какие-то решения? Ну, какие-то ваши решения, да? И так далее. То есть, будет ли что-то? Мне почему-то кажется, что... Вот на это, в первую очередь, нужно обратить ваше внимание. Понимаете? Какая штука? Мне почему-то кажется, что именно это является самым важным здесь. И я думаю, я думаю, что в первую очередь нужно не пытаться вернуть отношения, да, возвращать отношения, потому что вы именно отношения возвращаете не человека, а отношения. А нужно, в первую очередь, думать, как... как вы пришли к тому, что ваши отношения разрушились, что вы сделали для того, чтобы они разрушились, и почему вам так важно сейчас вернуть эти отношения. То есть, вот, отталкивайтесь именно от цели. Что мне не хватает, что я потерял, что мне нужно, чего я желаю. Вот именно в этом направлении вам нужно думать. Потому что, к примеру, ещё раз повторяю. Завтра ваш любимый человек захочет вернуться. Образ, возбращение, возбращение у него. Но что дальше? Что дальше? Дальше ничего. Знаете, какая штука? Дальше ничего. То есть, просто вот ничего. И это очень-очень-очень страшно будет. Страшно будет то, что вы, к примеру, захотите... Значит, ну, вы будете вместе, да, вы будете вместе, вы сойдётесь опять, вы будете счастливы. А потом он опять уйдёт. Вы из этого не хотите вернуть. Значит, поэтому вот подумайте, подумайте вот именно об этом, подумайте об этих вещах. Они важнее. Они важнее, чем то, что вы пытаетесь отношения вернуть. Определитесь для себя с тем, как вы относитесь к человеку. Что вы чувствуете к человеку? Что это? Любовь. Если любовь, то как проявляется? Привязанность. Если привязанность, то как она выращается, на чем она основана, да? Вот. И исходя из этого чувства, подумайте, что лучше для человека. Если у вас любовь, то честно скажите себе, я его люблю, я хочу чтобы он был счастлив, как ему лучше, как ему лучше будет без меня или со мной. И что я могу сделать, чтобы со мной было хорошо. Так? То есть это ориентир на себя. Если привязанность, то опять же, что я от него хочу? От человека. Что я хочу? От него. И соответственно, что я могу сделать для того, чтобы самому и самостоятельно получить то, чего я хочу? Вот. Это важно. То есть снизить вам необходимую мотивацию вернуть отношения. И тогда, собственно, получится. Вам нужно занять наиболее удобную позицию в общении с человеком. Чтобы человеку было комфортно с вами общаться. Комфортно было с вами взаимодействовать. Чтобы ему было хорошо с вами взаимодействовать. Комфортно, спокойно. Это может быть дружба. Это может быть просто общение как двух знакомых старых и так далее. И если вы проанализируете все, что я сказал, может быть сами, может быть психологом не важно. Ага. И скорректируете свое поведение. Вот вы скорректируете свое поведение, да. То, благодаря фундаменту общению, вы сможете показать молодому человеку то, как вы изменились. И он либо примет вас, что означает, что у него к вам есть чувства. Либо нет. Что означает, что у него либо нет чувств, либо есть свои собственные проблемы, которые обещают ему с вами близиться. Все. Только вы к этому моменту уже будете гораздо меньше в нем нуждаться. И вопрос в том, в том, будете ли вы хотеть быть с ним все еще или нет. Понимаете, какая штука. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.